Привет, друзья, еще раз. Хочу поговорить с вами о важности вашего внутреннего мира. Кто-то скажет, что это не имеет отношения к тренингу и ошибется. Самое главное, друзья, что мы должны и кому мы должны, мы должны всего лишь одному человеку, самому себе. Мы с вами обязаны быть счастливыми, обязаны самому себе идти по этой жизни и жить в удовольствие. Никто, кроме вас, не позаботится о вас. Естественно, мама с папой думают об этом, но не забывайте, мы приходим в этот мир одинокими, уходим из него тоже. И, будучи на смертном одре, все люди думают и жалеют только об одном. О том, что мало времени уделяли самому себе. О том, что мало времени уделяли тому, чтобы находиться со своими любимыми людьми. Вообще о том, что упускали свою любовь. Поверьте, никто не думает, что мало работал. Понимаете, о чем я? Но сегодня я хочу поговорить конкретно о вашем мироощущении. Когда вы что-то либо делаете, вы всегда это делаете для себя и ради себя любимого. Если вам не нравится что-то, если вы чувствуете, что это не путь вашего сердца, то не стоит этим заниматься. Ведь в жизни очень-очень много интересных и полезных вещей, которые могут вас замотивировать, заинтересовать. И вы будете просыпаться каждое утро с ощущением, с жаждой жить. Я просыпаюсь каждое утро и жду, когда будет новая тренировка, когда будет игра в хоккей, когда мне придет новая какая-нибудь мысль, идея о тренинге, о питании, что я могу ей воспользоваться и поделиться с вами. И, друзья, постоянно сталкиваюсь, несмотря на то, что всегда всех учу жить на позитиве, стараюсь, но все-таки не всегда получается. О чем я хочу сказать? Вот на своем примере. Ведь вы видите, очень много полезных и приятных комментариев оставляете вы у меня в YouTube-канале. Но есть малолетки, есть троли, есть хейтеры, есть просто больные люди, которые пишут всякое говно, всякие гадости. И вроде бы тебя это не должно трогать, затрагивать, но все равно где-то в душе что-то есть неприятное. Вот это, друзья, ошибка. Это большая ошибка и моя, и всех тех, кто поступает подобным образом. Нельзя даже такие мелочи пускать в свою жизнь, в свою душу. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы с вами слабые, как воины духа. Ибо мы должны только, повторяю, самому себе. И когда мы с вами обижаемся, когда мы с вами как-то реагируем на слова или поступки другого человека, неважно кого, мы придаем значение этому человеку больше, нежели самому себе. Ведь вы знаете каждый, что вы делаете, поступаете правильно, грамотно, что вы хороший человек, что вы идете по жизни правильным путем. И ничего, никто, никакое событие, никакой человек, никакие слова, никакие мысли не должны затрагивать вас, не должны вас тем более обижать. Потому что, повторяюсь, это говорит о том, что вы придаёте значение другому человеку и его словам больше, чем самому себе. Получается, что мы с вами делаем что-то ради кого-то. Но, что бы мы ни делали, друзья, мы должны делать только ради себя. Если вы счастливы, то и счастливы люди, которые вас окружают. Если вы на позитиве, то это и льётся из вас постоянно на всех окружающих вас людей. И атмосфера в семье, на работе, в жизни у вас такая же позитивная. Поэтому, друзья, никогда не позволяйте никому влиять на ваше самочувствие, влиять на ваши мысли, на ваше мироощущение. Вы должны чётко понимать, что вы — это центр вашей Вселенной. Вы, если хотите, это матрица, которая создаёт мир вокруг вас. И это на самом деле так и есть. Если вы послушались родителей и пошли учиться на профессию, которая вам не интересна. И если вы работаете по профессии, на работе, которая не доставляет вам удовольствия, ещё не дай бог, и вызывает массу негатива. Если вы общаетесь с людьми, родственниками или друзьями, которые очень негативные и влияют на вас тоже негативно. Вы должны самому себе всё это прекратить. Это влияет, друзья, на нашу психику, на наше подсознание. И хотим мы того или нет, откладывает там свои отпечатки. Как бочка с мёдом. Одна ложка тёгтя может это всё испортить. Нельзя, друзья, не допускаем. Никогда не ставим какого-то человека, любого, как он бы вам не был дорог, какой бы у него не был высокий авторитет. Нельзя ставить его мысли, его высказывания выше того, что вы сами о себе знаете. Только вы являетесь мерилом того, к чему вы идёте, как вы идёте. Только вы можете адекватно оценивать любую ситуацию. Естественно, если вы логически мыслящий человек. Поэтому, друзья, всегда мы с вами должны просыпаться с позитивными мыслями и ложиться спать с позитивными мыслями. Мы должны понимать, что что бы в жизни не случалось, какая бы ситуация, какая бы она ни казалась катастрофическая и плохая, она идёт нам на пользу. Либо как урок, либо как подарок. Скорее всего, нужно воспринимать это как подарок для того, чтобы вы, мы становились сильнее. Только через преодоление трудностей можно стать сильнее. Духовная жизнь, друзья, это не то, чтобы молиться, читать духовные книги. Нет, духовная жизнь это постоянная работа над самим собой. Вы должны стать охотником, отслеживать все свои слабости, пресекать их. У вас должен быть всегда щит, от которого отлетает любой негатив. У вас должен быть меч, которым вы отрубаете любые связи, которые вызывают у вас негатив. И тогда, друзья, и на тренировке, и на работе, и в личной жизни, и просто ваш мир начнёт меняться. Меняйте свой мир к лучшему, друзья. И тогда все мы, создавая вокруг себя маленькие мирки позитива, будем изменять этот мир к лучшему. Будем менять людей к лучшему, которые будут окружать нас. Только так и никак по-другому. Обязательно делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях. Мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Как вы строите своё мироощущение, мировоззрение? Как ваши мысли влияют на ваше окружение? Как ваши мысли меняют вашу жизнь? И были ли у вас случаи подобные, когда какие-то негативные мысли в худшую сторону, а я уверен, у всех такое есть, воздействовали на вас и на ваше мироощущение? А самое главное, приводите примеры для всех нас, для настройки всех нас на позитив, как вы справляетесь, как вы справлялись, если попадали в подобные ситуации. Давайте, друзья, развиваться вместе. Обязательно поделитесь этим роликом в своих соцсетях. Ставьте лайк, если вам понравилось, и смело ставьте дизлайк, если не понравилось. Обязательно отпишитесь, что вам не понравилось. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!